День это мужские джинсы Холин. Вот примерно, посмотрите, цвета разные, но что интересно, что тут практически нет белых. Я вот тут не видела белые джинсы, они все в основном таких традиционных синих цветов, чуть потемнее, чуть посветлее, если брать по размерам. Ну вот они, да, все вот эти джинсы стоят и еще на столе. То получается маленьких размеров, которые, вот смотрите, например, 29-32, их вот столько. Вот эти размеры, они уже пошли тридцатка. Здесь получается 30-32, ну там и ростовка 34, и основное, основное, это 34, 34-34. И все-таки, наверное, основное количество это джинсы размер 31, ростовка 32, 31-32. Ну вот давайте, допустим, посмотрим, с этих начнем. Вот, например, самое главное у джинсов, это чтобы замок был целый. Здесь вот таких вот дефектов мало на самом деле. В основном могут быть какие-то пятнышки. Здесь замок целый. Не очень плотная джинса, она как раз вот для лета. Что хорошо в этих джинсах? Ну, кроме лекал, допустим, да, хорошо то, что это классические модели. Это не какие-то супермодные, которые тяжело продаются. Это обычные, классические джинсы. Вот, единственное, на них, на всех, ну не на всех, но на многих будет такая штука. Так, вот эти, 31-34. Ростовка тоже у всех хорошая. То есть меньше 30 я и не видела. Давайте здесь замок, здесь замок нормальный. То есть очень много, где дефекты вы, допустим, и не найдете даже. Знаете, это вполне продажные джинсы. Вот такая расцветка. Ну, тоже классика, да. Размер 31, ростовка 32. Здесь замок, вот, абсолютно нормальный. Что тут их, я не знаю, что здесь. Абсолютно нормальная. Вот темненькие есть. Сразу замок, да, замок, что больная. А, вот, вот, видите, здесь болт отсутствует. Но можно же любую пуговицу, то есть болт, вот, он даже потерялся. Можно любую пуговицу сделать. То есть тут делов-то на самом деле. А так-то ходовая модель, ходовые размеры. Давайте дальше. Это поплотнее джинса. Замок в порядке. Болт в порядке. Все вроде нормально здесь. Везде этикетки. Давайте в другую коробку посмотрим. Так, например, вот это у нас 34, 34. Смотрим сразу замок. Замок нормальный, рабочий. Болт на месте. Облегченная джинса. Такого вот я ничего такого не вижу. Опять есть. Вот это главное, то, что они все с этикетками. Мне кажется, что основная проблема в таком товаре это дырки. Но здесь как раз-таки их нет. Возможно, это какие-то пятнышки. Мелкие поломки. Так, вот здесь замок. Нет, все нормально. В рабочем состоянии. Болт нормальный. Модель. Нет этикетки. Да, этикетки нет. Здесь замок в порядке. Болт на месте. По размеру 34, ростовка 32. То есть, самое главное преимущество в этих джинсах это ходовые размеры, а также модели ходовые и то, что они стоят недорого. Понимаете? Болт на месте. Замок в рабочем состоянии. 34, 34. Хорошие мужские джинсы. Давайте другую коробку посмотрим. Вот видите? Ну, если цвета и попадаются какие-то другие вместо синего, то уж, по крайней мере, это не белый. И стиль гранж, когда это все дело в дырках, а здесь очень редко на самом деле. Так, смотрим замок. Замок в порядке. Болт на месте. 34, 34. Нормальные классические брюки. Все носят. Вот, возможно, знаете, здесь видите такие небольшие вкрапления. То есть, их могли посчитать за брак, но они так не особо в глаза-то и бросаются. Ну, их, допустим, можно в себестоимость продать. Ну, например. Или там со скидкой. Давайте коробку посмотрим, которая... 32, наверное, да? 32. Вот, пожалуйста, гранж. Ну, это вот какие по счету, которые я достала? Замок в порядке, болт на месте. Есть в упаковке такие светлые джинсы по размеру 30-32. 30-32. Так, здесь они полностью на болтах. Вот здесь отсутствует один болт. Остальные болты все на месте. Плотная джинса. Здесь вот тоже 30-32. Вот их тут... А, вот, кстати, та модель, которая была в мешке. Давайте... Ага. Вот. Ну, это все, да. То есть, либо их как-то делать в шорты. Ну, вот видите, то есть, вот они, получается, выгорели. Но сколько тут таких? Ну, вот эти первые, которые... А так они клевые. Может, их в черный цвет покрасить, я не знаю. Давайте посмотрим вот эти в мешке. Что они? Почему в мешке? Нет, нормальные. Так, замок. Замок целый. Болт на месте. А-а-а! Вот, смотрите, шлевка. Оторвалась шлевка. Дальше. Так, замок в порядке, болт в порядке. 28-32. Шлевки все на месте. Они не выгоревшие, то есть, все в порядке с ними. 30-34. Замок в порядке, болт на месте. Обычные классические шлевки. Потому что браком может считаться нетоварный вид. А с этими прям не знаю. Продать их молодежи на баллончики, знаете. Вы можете сами баллончиками их раскрасить. Это будет какая-нибудь авторская модель, которую можно в виде украшения повешать над... Над витриной с джинсами. Так, давайте в эту коробочку. Что тут? Эти, по-моему... Да, 29-32. У них ростовка поменьше. Замок в порядке. Болт присутствует. А что тут у них? Нормально вроде все. То есть, маленьких размеров здесь немного по отношению к ходовке. Ходовка же в России 32-34. Тут основной размер 31-34. Замок в порядке. И модели, модели, модели. Классические модели. Обыкновенные классические модели. Которые носят все. Всегда. Везде. База. Так. Ага. Здесь вот видите, она получается как... Как ткань, что ли, проехала где-то. Ну, как рабочий-то вариант. Запросто. Себестоимость купят, они же черные. Замок в порядке. Вот примерно такая история. Вот еще одни джинсы. Такие же, как были. Только они размером меньше. Сейчас посмотрим. Вот видите? А вот эти они не выгоревшие. То есть, они нормальные. Потому что у них немножко вот здесь потемнее. Но мне кажется, это так и должно быть. Хотя нет, нет, нет. Вот полоска. Явно другого цвета, чем, допустим, вот здесь. Да. То есть, либо их красить, либо баллончиками красить. Вот цветные какие-то. Но не белые. Замок в порядке. Болт на месте. По размеру. Здесь все двадцать девятые. Ростовка тридцать четыре. А что? Все. Ну, гранж. Ну, гранж. Ну, гранж. Ну, согласитесь, что немного тут такого стиля. В основном, все-таки это классика. Вот примерно такие брюки. Продолжение следует. Продолжение следует. До встречи.